Хорошо, я слушаю. Пожалуйста, говорите. Я, Варсаков Алексей Иванович, живу, значит, в посёлке Игрим, Хмау-Юграна. И это вот, что я хочу спросить, потому что супруга у меня, Людмила Ивана Варсакова, вот она родила вот четверых детей, ага, мне. Но дети эти были очень крупные, по 4 килограмм, и это как её. И у неё сейчас как бы матка выпадает вот это. К врачам обращались, но там как бы ничего такого положительного-то нами не объяснили. Вы как-то отодвиньтесь маленько, у вас один глаз только видать. Чтобы лицо было, попросите, чтобы вас видно было. Вот так вот, повыше голову, повыше голову. Ну, кто-нибудь... После пульта работают руки, скажи. Видно сейчас? Повыше опять один глаз только, обождите. Ну, один глаз только виден, я сейчас глазом говорю. Нормально, вверху-то у вас пустое место. Поднять туда голову надо или опустить рамку? Ну, всё, опять. Вот так вот сидите, всё, на этом говорите. И что теперь? И это, вот я хочу, это, брат, спросить вот. Тут у одной святой, мы это, не святая... Повисло. Зависло. Ничего не слышно. Подождите, ничего не слышно было. Вы опять уползли вниз. Вниз провалились, а всё, вас нету. Что-то... Ну, понимай, попросите, чтобы сделал рамку, не трогал её. Что вы смеётесь-то? Ну, нормально, сидите, сейчас ползёте куда-то под подпол. Ты с кем разговаривать я буду? Всё, опять ушёл. Вот так, видать, брат, видать вот так? Ну, закрепите на этом-то, не двигайте её. Тут не было слышно, что случилось дальше-то? И это, как я... У одной тут верующая спрашивали, вот она говорит, что операцию ей нельзя делать, потому что там же удалять матку будут, вот ей, Людмилюшки моей, Людмиле Ивановне. Так вот, супруги мои. И вот сейчас мы не знаем, как потерянности, то ли ехать ей на операции, то ли не надо, вот это, может, грех большой совершил, вот в чём дело. Брат. А какой грех? Ну, то, что вот оперируют, те куда-то удалят. Ну, а почему грех-то? Когда Господь говорит, и Сараха говорит, по нужде в нём врача, иной раз в их руках успех бывает. Не всегда, но иногда. Да. Я от златоуслущих врача искал, когда его сослали. Значит, можно обратно. Можно, но какой результат? Это надо молиться, знать. Операция не запрещена. Вот, ага, ну хорошо, теперь понятно. Это абсолютно точно. Я говорю, в Библии об этом написано. Господь сотворил врача. А врач Лука, он ходил с апостолом Павлом. Тогда тоже резать умели. Вот, смотрите-ка, вот как оказывается. Да. А вот заблудшие, это вот эти верующие иногда, вот видите, вот противоречат этому. Ну, они понимают так, что после этого она рожать не будет и проще. А вам теперь что? Или живёт она, или не живёт? Когда вопрос стоит, жизнь или смерть, тут выбирать не приходится. Ну, конечно, да, вот в этой... Давайте немножко, я Александру сейчас поговорю. Он просто как бы ещё не крещённый, мочёный раз. Был старостой там в церкви, вот где этот батюшка наш, который здесь, с которым Евгений. Он и там был, он с ним немножко как бы, ну как бы на высоких тонах поговорил. Объяснил, говорит, так вы, типа того, что неверующий. И вот он обиделся на него, он ушёл со старосты. Ему надо, он хочет как бы в скайпе, что же тоже участвовать, чтобы молитвы. Он парализован. Он сейчас только узнал, что бороду нельзя брить. Всё, сказал, больше не буду брить. Так а зачем её брить-то, когда мужчине Бог дал бороду? Это власть его. Иконы, посмотрите, все с бородами. Чего это вас трогает борода-то, когда она Богом установлена? Она красоту мужчине придаёт. А без бороды это гомосексуалисты проклятые, садомиты и подкабнущики. Не дай Бог. Игнатий Игоревич, вот что, тогда может к Вячеславу он обратиться, чтобы в скайпе, чтобы его взяли на молитву тоже. Попроситесь, попроситесь, и скажите, что мы разговаривали, разрешается, но чтобы бороду не трогал. Бритву выброси сегодня же. Выброси, чтобы попогань этого дом не опоганила. Ну вы же в церкви были, вы видели, все иконы с бородами. Молодые только Иоанны и там ещё. За мою семью, пожалуйста, это помолитесь, брат. Давай помолимся, как вас звать, как жену звать-то? Алексей, он не может стоять, я постою за него. Алексей. Я постою за него. Так, а как звать-то жену? Людмила, Людмила. Людмила. Ну давайте помолимся, если вы согласны, я совершу молитву и скажу аминь. Если вы согласны, говорите аминь. Слышите? Да, 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 да. Всё? Отец наш небесный, хвала тебе и слава, счастье и поклонение за все твои милости и щедроты. Приди на помощь Людмиле и укажи, Господи, добрых врачей. И что она должна сделать? Положи ее на сердце и Алексея благослови. За все твои милости и щедроты мы славим твою неизрещенную милость. Ты умер за нас, Сын Божий. Мы творение Твое. Жалься над нами. Поступи как угодно воле Твоей Святой. Мы не знаем результатов этих операций. Ты возьми в руки, Твои святые пронзенные, руки врачей-хирургов. И сделай так, как угодно. Расположи к этому и врачей, и сердце Людмилы и Алексея. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну вот и все. Все, мы к Вечеславу тогда обратимся, да я... Да, 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 доводи. Все, тогда на этом отхожу. Спасибо, Крис, спасибо, брат. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Вот сколько он звонил, а я не брал. Я думал, это он один. Виноват. Аминь.